Только пои, только земельные участки или жилые дома также. Здесь по этому поводу существует разъяснение Верховного Суда о том, что жилой фонд не включается в состав приватизируемого имущества. Иначе может быть доведена ситуация до абсурда. Как это по камбоджицкому сценарию, когда обобщислялись даже посуда, вилки, ложки. И, одним словом, когда люди вступали в колхоз, голосовали 25 лет назад на общих собраниях, они не имели в виду внесение вот в это колхозное имущество своего жилого фонда. Но из-за того, что на большом интервале времени, а это интервалы времени, я подчеркиваю, Алексей Петрович, буквально 30 лет, изменилась у нас сама система, строй изменился, форма собственности, нормативные акты тоже претерпели просто радикальные изменения. Здесь требуются очень тонкие подходы для того, чтобы толковать, что же именно произошло и какое право применить. Но в любом случае, вмешательство нашего центра помогло подчеркнуть весь абсурдизм этой ситуации, показывающий, что нельзя оторвать дом отдельно от земельного участка. Имелось право собственности на земельный участок у семьи. Тем не менее, решением суда постарались дом передать в пользу акционерного общества. Мы указали на весь абсурдизм этой ситуации. Мы заострили внимание суда на том, что помимо дома существуют также хозяйственные постройки. Заставили суд своим решением конкретизировать, что он намерен. То есть, вот этот колхоз, теперь нынешнее акционерное общество. Что именно они требуют? Только дом или дом плюс хозяйственные постройки? Одним словом, было много-много судебных заседаний. Большое количество граждан обращались за защиту своих прав. И возникла конфликтная противоречивая ситуация между работами государственных ведомств самих. Вот этот руководитель АО, который здесь изображен алчным достаточным субъектом, Алексей Петрович, добился все-таки решения суда. Но это решение отказалось принимать во внимание Росреестр. Представляете, не регистрировали переход права собственности в Росреестре. Налоговая инспекция также выставляла регулярно плату за земельный налог той же самой семье. И возникло очень сильное противоречие. Прокуратура, к сожалению, не реагировала на эту ситуацию. А вот средства массовой информации отреагировали. У меня промелькнула в нашей практике публикация, осуждающая подобную практику на уровне России. Но, к сожалению, этот конфликт оказался очень изнурителен для самой семьи, Алексей Петрович. Нельзя думать о конфликте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Одно из первейших правил, с которым приходится считаться. Когда вы защищаете интересы слабой стороны, нужно объяснить, будь то малый бизнес, будь то семья, что необходимо переключаться. Нельзя просто всю жизнь, надо объяснять, что есть ценности более высокого порядка, чем этот конфликт, в который вовлечена семья, либо малый бизнес. Иначе происходит эмоциональное выгорание. К моему сожалению, такое эмоциональное выгорание в этой конфликтной ситуации произошло. А в целом, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, Алексей Петрович, если вы столкнулись с ситуацией несправедливого, незаконного или коррумпированного решения, будем говорить прямо, то не теряйтесь, на больших сроках времени, я говорю годы и даже десятилетия, можно будет собрать, во-первых, онлайн...